Иди, не наружу, а рубил дрова, и вот кисти, правая кисть подбивается, крестознамени даже трудно делаются. Не порубил ничего, просто от сотрясения видно, там мозги сбились. Да не могу я холод же, я сам дрожу, я тепло прикладываю. А я боли-то не боюсь, лишь бы там ничего не оторвалось. Хорошо, так и сделаем, Лена Барабаш. Ну, спаси, Христос. Мы поехали по полям с Володей записать мои воспоминания, как мы тут пасли, как жили. Это ушедшая эпоха. Ну, с Богом. Спаси, Христос, обнимай и целую. Обнимает и целует, и я ему тоже. Виктор Андреевич, Яковлев, наш врач. Когда говорят мне, а что они по собору-тись, я говорю, меня Виктор Андреевич соборует, а если что, он в больницу положит. Соборовать это, когда человек не может. Когда вызывать надо. Вот видишь, вот это канава, вот я сейчас ее покажу. Ну, вот смотри, она идет, канава. Это вот вручную, все копали вручную. Это уже разровняли тут. Вот она, канава идет, ее разровняли. Вот до нее доходят грань. Вот я положу велосипед. Вот какая-то сейчас, спустя 80 лет, вот там, вот это, куда бросали землю. Вот, 80 лет, тут коровы ходят, ездят им. Еще такой, даже камыш растет. Какая прямая, как натягивали, где тут веревка, или как единоречная. Никаких экскаваторов не было. Возле батюшки канава, а там никто не ездит, и она сохранилась целая. Я стою в канаве вот так вот, а это вручную, лопатой. И это тянется километры, не два, не три метра, а километры. Отделяли, назвали по скотину, где пастись. Вот она идет, вот она дошла вплотную. А тут уже разровняли, дальше уже ничего нет. Этих людей ссылали, как они все вспоминали, жили, никому не мешали. Вот Господь допустил, и нету. Еще они, я говорю, тут тоже что-то какое-то, это, а, это, клет, клет он собирал. Женя тут ездил, стено свое. Вот еще сколько здесь. Я так и не узнал, сколько в одной тюрьке. И вот там он, околочки, вон те. И вот здесь вот они, эти, заворачивало, там где-то, вот так вот канава, И туда идет к околочкам, вон к тем далеко. Километра за два с лишним. Километры. Какой народ погубленный. Десять миллионов погибло. Я захватил, как отец рассказывал. Он говорил, раньше, раньше это до раскулачивания, раньше. Потом я узнал, а вот раньше было, слово раньше, это грань. Вот такая вот грань прошлась по народу. Уничтожение нации было. Трудно себе представить, как Менделеев говорит, это в комсомольской правде было. Говорит, если бы в 17-м году большевики не победили, нас было бы 650 миллионов. Полмиллиарда сожрал сатана, атеизма. И сегодня за Зюганова там голосуют, идут совершенно одашалевший народ. Не знаю, это вон ястреба друг за другом летают. Вон они где поднимаются. Это ястребы. Играют. Это степные ястребы, я их не боюсь. Они в деревне почти не бывают. Он залетит, если курицу утащит. Прям курицу большую берет и тащит. Мощный. Два яйца у него. Живет в степи. Я любую птичку мог назвать, я вырос среди них. А дальше лога. Этот лог назывался Масаловский. Этот Масалов и Иван Ильич жил вот здесь вот. Их уже трое. А? Трое уже. А, трое уже. Вот разыгрались. Они не торопятся. У них под пушек хороший. Холода выдерживает. Вот здесь была улица. Вон поезд идет. Как будто пассажирские вагоны. И вот здесь они жили. Вот так там главная улица Потеряльская. А это вот сюда трожек был. Здесь домов пять было. И он здесь жил. Какие березы-то мощные. Ну вот мы сейчас поехали дальше. Вот здесь мы гоним. Вот здесь помню. Корова оправится, а лепешка лежит. Особенно утром рано. Они часто, корова, оправляется. После ночной отдых прошел. Ты ногами заскочишь. Босиком. Ногами стоишь и стоишь. Смотришь, где следующая корова оправится. И опять перебегаешь. Встанешь. Тепло. А теперь говорят. Ой, это лечебное. Вы знаете как. Вот кто бы знал-то лечебное. Мы знали, что тепло надо. Наша мама доила коров здесь. В колхозных. У каждой доярки было 12-13 коров. Вручную. О аппаратах этих в конце только узнали уже, что есть доильный аппарат. А у коровы жирность. Одна была корова, Камолая. Машка звали. Почему, не знаю. А мы ее даже не знали. Она была мамина. И мама ничего не говорила. А потом брат двоюродный говорит. У вас такая корова есть, Камолая. Камолая, значит, рогов нету. А у нее, как вот и женщины волосы надо делать. Здесь выступ. И все. Водливой корове бог рог не дает. Спокойная, спокойная. У нее большая жирность была, как сливки молоко. И вот мы только уйдем, под нее залезешь, под корову, и в рот себе доешь. А там пить. Это ребенку дадут. Могут доложить. Плохо будет. Мама иногда никого нету. Она доит и даст. Там. В Колхорной. Не хватало ничего. Но все равно как-то выживали. А чтобы так были дети, родились, нас десятеры. И надеяться на кого-то никогда не было. Надеялись только на себя, на Бога. Как Богу угодно. А сегодня другой народ идет. Все по-другому. И вот говоришь, что он не понимает. А что вы любите? А мы этого не понимали. У нас даже не было такого ласкательного мама. Не говорили, а мамка, тядька. Это не считалось грубым. А просто я так слышал и так научился, так и говорил. У нас не было. Если Дуся, Дуся это редко сказать Дуська, Паша, Павел, Пашка. То есть это как норма была. И вот здесь мы пасли. Помню, меня дали под Паском. Под Паском не с отцом, а другому где. И вот этот Иван Ильич, я у него под Паском был. Он хромой, небольшого роста. Вот так вот идет, шкандобит, говорит, канделяет-то. Ну и телята далеко зашли. А у меня палка в руку. Ах, я кину, где-то попал сюда, наверное. И теленок Кубырк, а теленок большой, второй год. Он упал, и все. Я, скорее, всех загнал, а про того не стал говорить, что я его ударил, убил. А сам интересуюсь. И потом погнали туда. Я туда часть телят отделил. А он живой стоит, там ест траву. Он просто оглушенный был-то. А потом только я нашел такой рассказ. Я сейчас не знаю, болгарский или где. Там что-то про землю было. Как он гнался за мальчиком. Один кукурузу они рвали, ударил камнем, убил и зарыл его. Что они там делали? Ишь упало. Где у него это? А, нападает на него? Развалился. Нет, это играют. Они не нападают. Осенью никто ни на кого не нападает. Ну как это? Это вон идти. Не нападает, играют. Он же может улететь, а он не улетает. Маленькие скребки, копщики бывают. Играют с грачами часто. Играют друг за другом. То один гоняется, то другой. Вот они. Видишь? Они играют. Гнезд нету. Детей вывели, им интересно поиграть. Осенью нападок вообще никаких нет. Все сытые. Ну а весной, да, они защищают свое гнездовье. Ворона гонит, коршуна далеко. Все летит, а он уворачивается от нее. Я так с уборно говорю, что есть. Пошли дальше. Сумка. Вот это да. Сумка упала. И за этим смотри. Спасибо. Продолжение следует...